Скажите моей маме, что я тапер в борделе, не говорите, что я работаю в рекламном агентстве. Бледина тогда давала нам деньги. Мы продавали историю о семье, мы не впаривали этот сок. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Они застали забыть маму. Вопрос, как встряхивать людей. Фокусировка, возбуждение. Не есть дедово разрыва! Вас не смущает иногда, что вам, по сути, приходится снимать рекламу однодневку? А что это у нас граф Суворов ничего не ест? Мы нищеброды в отличие от Гугла и Яндекса. Зачем нам лучшее и новее? А если ты хочешь лучшее и новее, то вот тебе новый айфон, а вот еще новый айфон. Я пастух, а это мое стадо. Привет, друзья! Конечно, я, как и любой ютубер, мы всей нашей командой регулярно читаем комментарии под нашими выпусками. Нам важно, что вы там пишете. И если выделить основные претензии, то одна из главных, которая у всех нас, всех ютуберов, ведет с большим отрывом – это слишком много рекламы. Понятно, что раздражает реклама, которую мы сами снимаем, и та реклама, которую вставляет в наши выпуски YouTube, тоже раздражает. И я, конечно, должен сказать, что это не новая претензия, потому что реклама на телевидении, где я работал много лет, раздражала и очень сильно раздражала еще до того, как появился и YouTube, и еще даже до того, как появился Google, и даже до того, как появился интернет. Но и в целом ненавидеть рекламу, у нас это примерно так же, как критиковать свою сборную по футболу – абсолютно общее место, и все этим всегда занимаются. Есть, правда, и обратная сторона. И дело тут не в банальном – без рекламы нету независимой журналистики, как-то еще программа «Взгляд» сформулировала – ваша реклама, наша независимость. Просто, с одной стороны, ненавидя рекламу, мы, с другой стороны, все равно живем в ее матрице. Потому что сколько роликов, слоганов, песенок из рекламы стали мемами. Их помнят наизусть и давно не помнят, откуда они к нам пришли в сознание. Потому что создают этот контент очень профессиональные, талантливые, высокооплачиваемые ребята. Обычно они за кадром. Но журналист редакции Дмитрий Сошин разыскал их, систематизировал, встретился с ними. И сегодня мы вам покажем, что это за мастера черно-рекламной магии. Кто они? Русские коллеги Дона Дрейпера из многими любимого сериала «Мэдмен». Великие впариватели или двигатели торговли? Какими способами они манипулируют нами? Как им помогает в этом искусственный интеллект и нейросети? Что они готовят для нас в ближайшем будущем? Можно ли избежать их чар? И почему, ненавидя их творения, мы все равно не можем жить без рекламы? Что бы вы ни говорили. Мы в Сколково. Здесь снимают рекламу для известного российского IT-гиганта. Мы не можем сказать, что это за компания и что это за продукт, поскольку эта реклама выйдет сразу после нашего выпуска. Могу только сказать, что рекламируют алгоритм, который станет частью известного мобильного приложения. И это, конечно, примета времени. Как вы видите, реклама – это непрерывный процесс даже в эпоху ковида. Креатив и интуиция до сих пор самые востребованные инструменты копирайтера. Но в наши дни, чтобы попасть в рекламу и в нужную у тебя аудиторию, необходимо знать наверняка, кому, где и каким образом ты должен продвигать товар своего клиента. Big Data. Мы это переведем как обработку огромного массива данных, если быть точнее, обезличенных персональных данных пользователей соцсетей, разных компаний, торговых сетей. То есть нас с вами, вот эта живая статистика, стала главным двигателем современной рекламы. Артур Хачуян – один из тех, кто подбрасывает эту статистику. Аналитик данных превращает терабайты цифрового сырья в конкретные поведенческие модели. Какими данными, прежде всего, интересуются рекламщики? Что самое ценное на этом рынке? Это, наверное, потребляемый контент, это интересы, и то, кто для этого человека является лидером мнения. Ну и, конечно же, достаток. Вот у нас 118 миллионов охват, 65 миллионов – это уникальные пользователи, у которых есть несколько аккаунтов в разных социальных сетях. Мы собираем данные, которые находятся в открытом доступе. Это публичные публикации в социальных сетях, без медиаконтента, только просто факт того, что было связи между пользователями. Индексируем сайты, данные, мессенджеров, ну, все, до чего можно дотянуться. Имена вы не берете? Нет, нет, нет. Один из наших продуктов – это как раз-таки платформа геоаналитики. То есть пользователи, например, которые хотят открыть магазин, или просто хотят проанализировать, что за аудитория живет в каком-то определенном районе. Они указывают точки, вот как вот здесь, например, в данном случае улица Тверская. Это у нас Москва, улица Тверская. Да. Вот пользователь добавил три точки. Мы понимаем, как распределена вокруг них аудитория, как она распределена во времени, что вообще это за люди, сколько из них активны, сколько из них работает, сколько пешеходы, сколько автомобили. Далее мы можем… Стоп, а как вы рассчитываете все эти параметры? Часть этих параметров рассчитывается по нашей внутренней базе, часть рассчитывается по данных партнеров, которые мы получаем. У Wi-Fi в торговых центрах, множество различных источников. Далее эти точки ранжируются по аудитории, по средней стоимости аренды. Каким образом мы можем подсказать пользователю, где, например, лучше открыт магазин. Далее ниже как раз можете видеть вот эти наши 60 метрик, которые мы рассчитываем. Демография, всякие черты личности, модель потребления, какой люди предпочитают цвет в одежде, стиль. Можно и это даже выявить. Да, как правильно с человеком коммуницировать. То есть реагирует он, например, на баннерную рекламу лучше, или, например, на какие-то нативки у блогеров. Ну, если вы же даже не говорили с этим человеком, как вы можете определить, что он? Мы смотрим, на что он лайки ставит. И также обратно с рекламных сетей получаем так называемый посткампейн, понимаем, кто потом в итоге с чем превзимодействовал. Добавляем к этому к тому, что у нас есть собственная система веб-аналитики. Мы, конечно, получаем аудитории намного меньше, так как мы нищеброды, в отличие от Гугла и Яндекса. Но, тем не менее, даже и этих данных нам хватает. Мы делаем некую среднюю температуру по больнице. Вот как-то так. Но делаем мы это теми метриками, которых нет у других. И, соответственно, помимо аналитики, сгенерируем пользователю рекомендации. Понимаем, куда нужно пойти, с кем нужно прокомментировать, прокоммуницировать и так далее. Вы сейчас смотрите наш выпуск о рекламном бизнесе в России. И смотрите вы его на Ютубе. И тут, конечно, есть реклама. Это, кстати, она. И я предлагаю пройтись по главным стереотипам рекламных интеграций в Ютубе на примере нового сервиса еще от Авиасейлз. Что для начала должно быть в таком ролике? Конечно, личная история. Однажды в ранней юности я первый раз прилетел в Венецию один. Еще не было никакой мобильной навигации. Та поездка сразу не задалась. Рейс задержали, багаж не выдавали. И пока я добирался до города, наступила поздняя ночь. А Венеция ночью. Это совершенно мертвый город. Минут 20, нет, больше 40. Я блуждал по Венеции. В целом это могло бы продолжаться до самого утра. Но тут я вышел на какое-то огромное пустое темное пространство. И тут уже испугался, потому что я понимал, что в маленькой Венеции никак не может быть такой огромной пустой площадки. И тут только я присмотрелся, увидел знаменитую колокольню и понял, что я с какого-то необычного прохода вышел на площадь Сан-Марко, и на ней никого нет. И не горят фонари. Это было одно из самых сильных впечатлений в моей жизни. Но после этого я, конечно, быстро сориентировался и нашел свою гостиницу. Так, с этим разобрались. Что еще? Надо плавно перейти от личной истории к рекламируемому продукту. Ах, если бы уже тогда у меня был смартфон, а в нем подписка на сервис еще от Авиасейлс. Ведь там куча всего. Крутой кэшбэк, интересные аудиопрогулки, секретные подборки локаций от местных, а также персональный тревел-консультант. Он бы мне и о том, как добраться до отеля рассказал, и, конечно, через ночное Сан-Марко тоже бы провел. Кажется, что-то не хватает. А, надо же сам сервис показать. Обязательно. Говорят, маловато будет. Нужно на всякий случай побольше, чтобы Авиасейлс точно был доволен. Достаточно. И напоследок самое важное. Call to action. Призыв к действию. Иначе говоря, переходите по ссылке в описании и оформляйте подписку на сервис еще от Авиасейлс. Сейчас всего за 890 рублей по промокоду редакция. Обычная цена до Нового года 990 рублей. Дальше 1490 рублей на целый год. Так, вроде все основные вещи сделали, показали, поговорили. Теперь ваш черед зрителей. Время кликать по ссылке в описании. Мы каждый день смотрим на рекламу в разных ее видах, но в последние годы реклама сама начинает пристально к нам приглядываться. Мы в Лондоне, на Пикадилли Сиркус. Это одна из самых знаменитых площадей в мире. И известна она во многом благодаря вот этому огромному рекламному экрану. Раньше здесь было 6 рекламных панелей, но несколько лет тому назад установили вот этот большой обтекаемый экран. Это произошло 4 года назад. И тогда в пресс-релизах говорилось, что установленные в этом экране сенсоры и камеры способны не только распознать лицо прохожего, которое вот здесь движется на площади, но также его примерный возраст и пол. И на основе этих данных предлагать людям рекламу. Ну, например, если здесь стоят девчушки, то на экране будут туфельки, блузы, разные украшения. Но через какое-то время хозяева этого экрана удалили из пресс-релизов информацию о возможностях этого чуда экрана. И выпустили специальное обращение о том, что то, что он видит, он ни в коем случае не сохраняет в каком-то устройстве. И уж, не дай бог, никому не передает эти персональные данные. Возникает вопрос, что же все-таки видит и что фиксирует эта штука? Доподлинно известно, что экран реагирует на цвет проезжающих машин, хотя вот проезжает красный даблдейкер, а реклама в основном синяя и серая, и на перемену погоды. И вот таким образом она выстраивает палитру рекламы. Но очень многие уверены в том, что этот экран способен на большее, что он видит не только лица прохожих, но еще и в состоянии определить, на какую рекламу они чаще всего смотрят. Пожалуй, вы встретились с такой системой, которая называется у нас в нейромаркетинге. Это «ай-трекинг». «Ай-трекинг» от слова «ай», «глаз», и «трекинг» – это направление взгляда. Это та система, которая позволяет нам отслеживать движение взгляда по какой-то точке объекта. Это может быть рекламный стимул, это может быть какое-то сообщение, видеоролик. То есть любой рекламный посыл, на который человек может посмотреть, может быть оценен. То есть вы можете поймать взгляд человека, куда он смотрит? И мало того, что просто поймать, но еще и оценить зону, то есть насколько часто он в эту интересующую нас зону возвращался взглядом. «Ай-трекинг» – это система с инфракрасными датчиками, и он очень четко видит ваши глазки. Соответственно, куда вы смотрите, он фиксирует эту точку. Потом он может замерить, если система очень качественная, он может замерить диаметр вашего зрачка. То есть удивились выявления? Да. То есть удивление больше, наверное, не эмоциональное сейчас, не на лице, а больше сам зрачок. Когда нам что-то очень сильно нравится, идет фокусировка, возбуждение, и тем самым расширяется зрачок. И система это фиксирует. Я эту штуку видел в Лондоне, а у нас в Москве, в Питере, в других крупных городах есть подобные счеты? Сейчас ведутся такие проекты, разрабатываются. Но техника, даже самая точная, не всегда в силах изучить нас на расстоянии. Для этого специалисты по нейромаркетингу собирают и изучают фокус-группы. А как понять, что чувствует человек при взгляде на рекламу? Добавляются такие системы, как ЭГЭ, это электроэнцефалограф, который считывает с поверхности головы электрические импульсы. Потому что каждая мысль – это движение тока по нашим нейрончикам. Плюс мы ещё можем использовать такую систему, как, может быть, вы слышали, детектор лжи. Или полиграф, когда мы, например, волнуемся или испытываем какие-то эмоции. У нас возникает такое небольшое запотевание пальчиков. Мы можем это не чувствовать, но детектор лжи это очень хорошо знает. На какие человеческие эмоции в первую очередь нацелена реклама? На все. Вообще существует целая процедура выбрать эмоцию, бренду или ценность, на которой он будет играть, как на территории. Это, можно сказать, сентиментальная семейная ценность какая-нибудь, пожалуйста, романтическая, пожалуйста. Может быть, даже такая эмоция, как «я умный». Это же тоже эмоция, да? «Я умнее всех». «Пожалуйста, бренд тебе тоже её подарит». Или «я другой, чем другие, чем масса, чем толпа». Детективы знают, что ценные улики можно обнаружить в урне для мусора. Там же прячут свои ловушки и маркетологи. Незадолго до Лондонской летней Олимпиады 2012 года в Лондонском Сити появились черные урны для бумажных отходов. Примерно вот такие. Но у тех сбоку были ещё красивые жидкокристаллические экраны, где показывали погоду, последние новости, другую полезную информацию. Урны были действительно очень красивые. Мэрия просто плясала от радости, говорила, «Люди мира, посмотрите, какие у нас замечательные урны, какие они умные». Они действительно были очень умные, потому что, помимо всего прочего, они считывали уникальные идентификаторы мобильных телефонов прохожих, которые в этот момент пользовались Wi-Fi. И с помощью этих данных урна могла определить, откуда и куда идёт человек, в какой ресторан он идёт, в какой кафе, в какой магазин. Как вы понимаете, это бесценная информация для рекламщиков и их клиентов. Разродился страшный скандал. Красивые и умные урны убрали из города. Урны убрали, но технология, насколько я понимаю, осталась. И, наверное, за все эти годы она стала ещё более совершенной. В Москве такие урны, скорее всего, никто бы и не тронул. Это безобидный трекинг, так как ни Mac, ни Bluetooth идентификаторы в чистом виде тоже не являются персональными данными, если они не привязаны, например, к ФИО или к какой-то дополнительной информации. То есть на всех вот этих вот digital суперсайтах, всех больших телевизорах внутри стоят трекеры Mac, адресов, Bluetooth или МСА-идентификаторов сим-карт абсолютно легально можно взять вот эту вот, например, Mac-ловушку, поставить в ресторане или, опять же, на таком телевизоре, собрать Mac-адреса проходящих пользователей, загрузить их в MyTarget или, например, в рекламную сеть Яндекса и показать этим людям рекламу. У нас закон о биометрии позволяет и камеру встроить в такие штуки и всё, что захотите сделать. Как всегда, дьявол в деталях. То, что большие данные очень сложно интерпретировать. Никто не знает, как это сделать нормально. То есть так, чтобы работать. Когда ты сильно усредняешь что-то, ты получаешь норм. Да, ты получаешь среднее по палате. Евгений Примаченко, рекламный самородок с Урала, один из самых признанных профессионалов в мире. Матрёшки Манчестер Юнайтед. Работает в Амстердаме, в известном агентстве, которое, по сути, обслуживает одного глобального клиента. Керамические найки. Евгений тоже считает, что все эти цифровые финты с аудиторией не гарантируют, что ролик досмотрят до конца, а не перемотают после первых секунд. Очень пафосно звучит, я понимаю, но я не умею, придумывая рекламу, представлять миллионы людей, которые это увидят. Я всегда представляю одного конкретного человека, которого я никогда не знал и не узнаю, скорее всего. И мне нравится думать, что, возможно, этому человеку понравится. Каким образом вы изучаете свою потенциальную аудиторию? У нас обычно достаточно долгий ресерч-процесс, ну, от месяца, то есть месяц — это минимум. Стратегия — это, конечно, очень важный элемент рекламной коммуникации, который достаточно трудоемкий как элемент сам по себе. Это как, знаете, красивый автомобиль, он едет, да, то есть вот все смотрят, как он едет, хорошо, он может ехать быстро, может ехать медленно. На самом деле, прохожему человеку не нужно знать, что под капотом этого автомобиля или человеку, который там едет за ним, за рулем, да. А под капотом этого автомобиля, если этот автомобиль рекламой, есть стратегия. Никто не знает лучше среднестатистического пользователя, а для машин и соцсетей мы именно пользователи, а не люди, лучше, чем глобальные IT-компании, в том числе и российские. Такие гиганты, как Facebook и Google, они по сути являются крупнейшими рекламными платформами мира и, наверное, крупнейшими рекламными агентствами. Они-то точно знают, что ищут и о чем мечтают обычные пользователи, но перед алгоритмами бессильны даже профессиональные рекламщики. Вот я могу вам рассказывать любую историю про себя, про свои интересы, какая я, что я покупаю, но это все может быть неправдой. А вот что может быть правдой, это, например, какую рекламу мне показывают на Facebook. Ну вот берем мою ленту, там есть много-много друзей, опа, пришла реклама, смотрите-ка, ну и куску. Почему? Потому что я почувствовала какую-то компанию, что я плохо готовлю, на самом деле, надо мне чего-то попробовать приготовить. Это вы с кем-то из подруг своих говорили о том, что у меня нет времени готовить? Ну, я могла говорить, я могла лайкать, я могла лайкать пост какой-то моей подруги, которая что-то готовила, да, но как-то система распознала то, что именно эту рекламу нужно мне показать. Кстати, цвет совпадает. Вы черное любите взять. Я люблю это. Пожалуйста, видите, сразу final sale, типа, потому что как бы хотелось обновить гардероб, что-то я сделала в сети, софровой след как бы показала, просто мне это интересно. А бренды совпадают? То есть ваши любимые бренды здесь гуляют или нет? Ну, Maison Marrello, да, люблю. Как алгоритмы соцсетей управляют нашими потребительскими интересами? Ну, начнем с того, что алгоритмы соцсетей, во-первых, управляют тем, что люди часто там проводят время. Для рекламодателей соцсети предлагают определенного рода настройки своих компаний, которые более точечно связаны с интересами людей. Ну, и даже в том числе такая настройка, хотите ли вы, чтобы у вас было больше подписчиков на странице? Поэтому, конечно, у них в руках больше вот этих вот точечных настроек, таргетинг так называемый. Соцсети знают о нас все и в некоторых случаях они даже знают, что мы экстраверт или интроверт. Частая смена статуса это экстраверсия. Большое количество друзей там и каких-то активностей в соцсетях, это скорее экстраверсия, чем интроверсия. С экстравертами надо общаться по-другому, то есть там другая мотивация. То есть можно, например, сказать, хочешь, мы тебе продадим что-то, ты можешь больше проводить время с людьми, с друзьями, с сыном, например. Признание в любви к журналистике. Именно так описывает свой новый фильм самый эстетичный режиссер современности Уэс Андерсон. 18 ноября в прокат выходит «Французский вестник» приложения к газете Liberty Kansas Evening Sun. В основе сюжета история редакции одноименного журнала, который Уэс Андерсон придумал, вдохновившись реальными статьями журнала «Нью-Йоркер». Ну а я решил немного пофантазировать и представить, как выглядел бы фильм, если бы режиссера вдохновился нашей редакцией. Это Саша Сули. Вы ее знаете по выпускам про маньяков. А еще Саша любит хорошее кино. Вообще-то я училась на киноведа в Сарбонне. Саша делает репортажи редко, но метко. И кажется, сейчас она придумала новую тему. Салют. Нужна твоя помощь. Завтра. С тобой, как обычно, едем в Сочи. Да, понял. Это Илья, наш оператор. На нем шапка-ушанка, потому что Илья только что вернулся со съемок в Сибири, но в новой командировке шапка ему не пригодится. Задача оператора не только снять, как журналист берет интервью, но и быть в нужное время в нужном месте. А после того, как ребята вернутся, отснятый материал попадает в руки Никиты, задача которого выбрать лучший кадр на обложку. Снимок должен быть говорящим, но не кликбейтным. Ведь у наших читателей есть вкус, и мы это ценим. Не знаю, как вы, но я бы посмотрел такой фильм. Но только после того, как схожу на премьеру настоящего, французского вестника. И вы тоже идите, ведь фильмы Уэса Андерсона это настоящее искусство, не похожее ни на что другое. Уникальный визуальный стиль, тонкий юмор и невероятный каст. Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди, Уильям Дефо и многие-многие другие. Такое кино выходит редко, его обязательно нужно смотреть на большом экране. Кстати, про экран. Ссылку на покупку билетов ищите в описании. По идее, Фейсбук позволяет пользователю отключать параметры, по которым он накидывает вам рекламу. В том числе и пункт, касающийся маркетинговых партнеров соцсетей. Они, например, могут подбросить Фейсбук в вашу электронную почту. Но и отключив эти настройки, на вашей ленте, скорее всего, будет всплывать идеально подобранная для вас реклама. Настоящие рекламные алгоритмы Фейсбука, наверное, одна из самых охраняемых тайм мира. Мы не знаем всех алгоритмов Фейсбука. На самом деле, три года назад... Вы это знаете наверняка. Вы же реклама. Слушайте, я думаю, никому не расскажу. Потому что даже три года назад была история, что люди думали, что в Фейсбуке просто слушают. Это было не доказано, что я вам сказала, например, что-то и появилась реклама. Не доказано. Но, наверное, какие-то мои действия в интернете к этому привели. Вы не представляете, как весело у нас происходит. Мы же целыми днями сидим, обсуждаем клиентов. И мы тут же вот мы сидим, если у нас встреча затягивается больше получаса, мы все начинаем получать себе в почту от этого клиента машину. Вот вас... Конечно, всех. То есть это мобилка слушает, это компьютер слушает? Все слушает, ну, конечно. Приложения все в телефоне. При этом, опять-таки, там есть способы это сделать анонимным, но просто вас, вы говорили тут что-то про стиральную машинку, мы вам ее предложим. Никакого распознавания аудио, ничего подобного не существует. Значит, если мы говорим с голосовым помощником, да, это может быть использовано, это может быть категоризировано. Как правило, это так называемый эффект цифрового дежавю или эффект гороскопа. То есть мы, когда мы концентрируемся на чем-то, например, хочу купить пиво, да, и тут же я замечаю рекламу пива, которая, возможно, здесь висела год уже. Слушайте, ну, со мной случалось такое, что, например, если я вбивал в поисковик, в Google, да, я искал фотоаппарат, то у меня в Фейсбуке начинает выскакивать. Нет, но это стандартная контекстная реклама. Тут все просто. Поисковые системы передают данные социальным сетям, социальные сети поисковым системам, и вот это как раз-таки то, что вы называете брокер данных. Соцсети, если брать тот же Фейсбук, это и рекламная платформа, это и фактически рекламное агентство, которое генерирует и привлекает огромное количество рекламы. Они вас не съедят, в конце концов, большие сетевые агентства? Мы даже с ними сотрудничаем. Глобально BBDO подписало соглашение о сотрудничестве с Фейсбуком. В нашем офисе проходили тренинги Фейсбука для того, чтобы лучше понимать, как работает их соцсеть. Детище Марка Цукерберга не стоит на месте. Оно создает виртуальные миры и наполняет их рекламой. Где я нахожусь? В метаверсе, в VR-пространстве, в VR-мирах есть магазины приложений. Вот вы сейчас находитесь в самом популярном приложении VR, это VR-чат. Это социальная сеть виртуальная. Там есть отдельные комнаты, в которые ты можешь заходить и общаться с людьми, которые также находятся в виртуальном пространстве. Вот я зашел в виртуальный магазин. Это большая возможность для брендов интегрироваться в эти виртуальные пространства. Давайте посмотрим, что они нам предлагают. Например, вы можете построить виртуальный магазин, зайти, посмотреть в него. И я могу выбрать, например, вот это очевидно сок. Правильно? И могу выбрать, скажем, вот это похоже, что какие-то снеки, это, допустим, треугольники с рисом. Да, у вас там появится кнопка, если вы подойдете ближе, должна появиться кнопка «Юз», и вы ее сможете взять. Окей, потом я перемещаюсь, соответственно, на кассу туда, да? Да. Все как наяву. Смотрите, в будущем, я думаю, появится возможность, чтобы вы, находясь в виртуальном мире, смогли зайти в такой магазин, выбрать товары, которые вам понравятся, оплатить это, и вам это уже в реальном мире привезут. По этой же логике, можно, например, в стрелялках, пока ты там где-то в засаде, увидеть, я не знаю, пробежать возле бутика или какого-то магазина. Да, абсолютно. Да, или ты можешь пройти мимо магазина, увидеть понравившуюся вещь какую-то, выбрать ее, надеть и пойти дальше. Через сколько это появится примерно? Как вы думаете? Думаю, через пару лет. Вот вчера была конференция Facebook, когда они объявили о том, что они переименовываются в мета, по их прогнозам. Вот резкий старт развития вот этих виртуальных миров, они где-то будут 2024 год. То есть я так понимаю, что вот эта мета, которая объединяет в себе Facebook и все другие аффилированные компании, это огромная рекламная площадка будет, правильно? Это пространство, которое позволяет брендам интегрироваться в этот виртуальный... Залезать туда в каком угодно виде. Да. Ну вот привет, я стою возле коврика 7-11. Вот реклама тебе, пожалуйста. Да. Граница между виртуальным и настоящим рекламным миром размывается все больше. Живым актерам подыгрывают созданные нейронной сетью «Фантомы». Когда лица голливудских звезд внедряют в тела порно-актеров, это скандал. В современной рекламе технология дипфейк новая и вполне легальная фишка. Миссисипи. Мы как агентство придумали сам ход использовать селебрити западного. Потом уже в силу того, что мы все-таки работаем в России и хочется как-то коннектиться к российской аудитории, присоединяться, еще добавился Азамат. В принципе, мы первые в мире делаем такой подход в долгую на основании использования технологии нейросети, когда Брюс это не реальный Брюс, а его виртуальный двойник. Цифрового крепкого орешка создали инженеры машинного обучения из компании Дипкейк. Не дипфейк, а дипкейк. Потому что фейк все-таки фальшивка, а кейк это тортик. Ну, а Брюс вылез на нем это вишенка. Когда мы видим скрипты, мы приступаем к сборке данных. И перед этим мы задаем самый главный вопрос. В каком образе мы будем генерировать того или иного персонажа? Нам было важно воссоздать его времен крепкого орешка и пятого элемента. Мы собираем интервью тех лет, мы собираем кинохронику. И дальше наша нейронная сеть, мы даже дали ей имя, ее зовут Джинни. Как еще раз? Джинни. От слова generation, да, она у нас Джинни. Она занимается тем, что просматривает весь контент. Это классная технология. Она позволяет экономить на производственных кастах, производственных расходах. Ну и, собственно, создавать дополнительный вау-эффект. Как интересно, вы использовали термин из романа Пелевина про вау-эффект. Это, видимо, уже гуляет у рекламщиков. Да, да. Но это наш повседневный жаргон. А он в курсе, что он дал разрешение? Конечно. А как он отнесся? Вы слышали о реакции? Он видел роликса? Да. И что он сказал? Ну ему все нравится. Гонорар Брюса Уиллиса не разглашают, но очевидно, что если бы он снимался живьем, ценник был бы выше в разы. Теперь, если звезда прижимиста, ее можно просто нарисовать. В мире появляется очень много критиков рекламы, созданной с помощью технологий виртуальных двойников, назовем это так. Они говорят о том, что это как раз очевидно манипулирование сознанием зрителя, выводить в заблуждение, это нереальный персонаж. Мы это делаем честно и открыто. Мы заявляем о том, что Брюс это воссозданный Брюс с помощью технологий нейросетей. Мы же все понимаем, когда смотрим кино, что взрывы, драки, погони это нереально, это все воссознанно. Но важно, чтобы эти правила все разделяли, все понимали и условно говоря все под ними подписывались, чтобы Брюс знал, что его используют, давал на это право. был ролик у Адидаса, когда молодой Мухаммед Али бежал с современными звездами. Зидан, Бекхэм, там, теннисистка какая-то, они бегут, и вдруг мы видим, что вместе с ними бежит молодой Мухаммед Али, который к тому моменту уже давно болезнет Паркинсон, возраст и так далее. Вот это не манипуляция, это образ. Мы занимаемся созданием образов. Мы присоединяемся к голосам критиков, как это ни странно, потому что у технологий действительно большое количество вариантов использования в негативном ключе. Мы уже видим кейсы мошеннические с кражами огромных сумм денег, с попытками политических манипуляций, и этому нужно учиться противостоять. Поэтому мы, в частности, сейчас занимаемся разработкой, и в следующем году готовим релиз технологии по детекции дипфейков. Вы в курсе, что Брис Уиллис рекламировал банк в России? В рекламе банка Траст я хотел сыграть героя спасающего людей из горящего лифта. И этот банк лопнул. Вы не говорили, упс, типа плохая карма? Нет, нет. Мы точно понимали, что это не с ним связано ни с его образом. На самом деле мы обсуждали... Много банков и без Бриса Уиллиса лопнуло. Перед тем, как запустить напарников своих, вы как-то проводили большую компанию, статистику собирали, зондаш какой-то проводили. Действительно, это было исследование, которое подтвердило, что Брюс привлекательный, как слеп. И Азамат, наша растущая звезда, тот комик, который набирает популярность и уже завоевал любовь в сердце широких масс. Можно сказать на данный момент, насколько успешна эта компания с точки зрения прироста клиентов? Реклама. Реклама – это игра в долгую. Кроме Брюса Уиллиса, вы собираетесь использовать в дальнейшем технологию виртуальных двойников для других клиентов? Почему нет? Конечно. По этому пути пошли рекламщики Сбербанка. Они запустили Жоржа Милославского, а точнее, Леонида Куравлева. Таким он выглядел в 73-м в современную Москву. У этой технологии есть еще другие приложения. То, что называется ГАНами, генеративными технологиями, способно создавать предметы и объекты внутри кадра практически в режиме реального времени с такой точной интеграцией, что кажется, будто бы они там были и до генерации вообще. Представьте, есть фильм на стриминговой платформе, и каждый зритель видит свои предметы внутри этого фильма. И это таким образом превращается в продакт-плейсмент. То есть, грубо говоря, в сцене, где в баре девушка с юношей сидят, появляется определенная бутылка у них, или там пакетик чипсов каких-то. Причем, когда закончится контракт с одним пивным брендом, можно поменять этикетку, не переснимая сцену, с помощью нейронных сетей. Таких кейсов пока нет, но есть уже возможность их интегрировать. Вот у нас эта идея появилась, когда мы узнали о том, что будет космический проект, потому что в космос нельзя брать с собой бренды. В руку Юлия пересилит баночку или бутылочку кетчупа. Всего чего угодно. Так это будет или нет? Мы обсуждаем это с создателями. Это в будущем, а в настоящем рекламщики вынуждены ломать голову над тем, как адаптировать свой контент для всех. Иногда, если это ТикТок, тебе нужно прям отдельный креатив какой-то придумывать, потому что то, что работает на телевидении, на эту аудиторию, это не работает в ТикТоке. Это должны быть совершенно другие ролики с другим креативом, и это, конечно, новое сейчас. Там вплоть, иногда бывает со съемок, с последней съемки у нас было такое, что у нас были на выходе 20 изделий. Здесь фактически работают два режиссера. Один с одной раскадровкой, другой с другой раскадровкой. Да, и когда один уже что-то доснял, то вполне возможно, что второй придет и доснимет еще какие-то моменты и нюансы, а потом придет еще кто-то и снимет это еще на мобильный телефон, потому что это тоже скорее всего нам понадобится. Бюджеты меньше стали из-за ковида? Ну, не из-за ковида. Это просто из-за того, что у нас нам нужно давать больше контента, больше изделий. Бюджеты годовые у клиентов остаются примерно такими же. У нас просто это делится на большее количество изделий. Потерялась такая задача строить эмоциональную связь с потребителем. Реклама сейчас стала дата-ориентированна, немного механическая, НЛП, там все вот эти нейромаркетинг, пуш-маркетинг. Ушла жизнь. А те, кто еще до сих пор снимает такое мини-кино, которое мы делали когда-то, да, вот там в конце 90-х, начало двухтысячных, его было интересно смотреть. Мы ни с кем не конкурировали в смысле с таким количеством контента, как сейчас. Людмила Баушева, легендарный копирайтер российской рекламы, автор сценария всенародно любимого ролика «Начало нулевых». Ты же лопнешь, деточка. А ты налей и отойди. Сока много пришлось выпить, не лопнуло в результате, в конце концов? Да почти. Не, вообще много пришлось этого сока пить, я там уже умирала, но это так, излишки. На самом деле, было очень весело, и время, в принципе, для меня пролетело незаметно. Как вы придумали эту фразу? Это все случай жизни. Вот этот был такой вот зарисовочкой, она произошла реально. Только была она промороженое, и девочка подходила к папе, говорила, пап, можно еще мороженое съем? Ты же лопнешь, деточка, а ты купи и отойди. Говорила она. Ну вот, я подумала, о, классно, надо просто поменять сок, и все. Маленькой озорнице из рекламы сейчас 24, и о своей звездной роли она не любит говорить. Сейчас я живу в России, я никому не рассказываю. То есть у меня есть уже сформировавшийся круг общения, друзья. Я уверена, они не знают. То есть мы вас сейчас спалим. Да, это каминг-аут такой будет. У меня немножко есть какой-то блок на все это, потому что в детстве, когда я снималась, ты немножечко другими детьми так в штыки воспринималась, что если ты об этом заговоришь, значит, ты как бы хвастаешься. Вы легенда. русской рекламы человек, который придумал один из самых запоминающихся слоганов, вдруг из этой рекламы уходит. Я поняла, что мои умения не нужны. Честно. Прям до слез. Сейчас люди приходят, они руководствуются цифрами, какие-то исследования, какие-то книги прочитали. Тогда не было никаких книг. Они основывались в своей интуиции. У них критерий был, смешно, не смешно. Мы продавали историю о семье. Мы не впаривали этот сок. Мы не говорили «иди срочно, купи, иначе завтра повысится цена только сегодня, только сейчас». За два, один. Раньше мы создавали ролики и придумывали, мучились месяцами. Но и они крутились долгое время на канале большими весами, огромные деньги. А сейчас вышла неделя все. Или даже какая неделя, сутки. Новый термин мне очень нравится сейчас, эфемерный контент. Он сейчас есть, завтра его нет. Вас не смущает иногда, что вам по сути приходится снимать рекламу-однодневку? Нет, потому что все рекламы это однодневки. Реклама это прекрасное ремесло. Ты можешь сделать глиняный горшок, можешь сделать вазу цинь. Но действительно, мы в основном горшки делаем. И этих горшков мы делаем довольно много. они все качественные, хорошие и сильные, и стильные. Но запросы просто на вазы это скорее такое исключение. Потому что действительно, за 10 лет ты вряд ли что-то вспомнишь, что было 10 лет назад. Ну, кроме каких-то очень серьезных серьезных работ. Яркая реклама запоминается надолго. И это лишний раз доказывает, насколько важен живой человеческий креатив. Умение придумать запоминающийся визуальный образ и хлесткие зачастую хулиганский слоган. Андрея Амлинского называют дедушкой русской рекламы и ее главным озорником. Это он придумал «Не тормози, сни, керсни». И есть идея, есть Икея. Но и сосуд за копейки это тоже важно. История была такая. Мы встретились с Яковлевым, на тот момент миллиардером, владельцем компании «Лидорадо». Мы пришли в такие американские агентства с какими-то презентациями и все. А он такой очень проницательный и такой, то, что называется, чуйка у русского человека. И он нас взял на понт, в хорошем смысле, сказал, я напротив него сидел, он говорит, слушай, а можешь мне через неделю принести рекламную компанию, точно помню его выражение, чтобы лох цепенел. Ну, чтобы масса вздрогнула, чтобы зашло, как теперь говорят. И я ему принес рекламную компанию, которая называлась «Цены ниже пояса». И там была стиральная машина, там завожусь от грязного белья, потом, по-моему, какой-то удлинитель, когда розеток много, как правильно? Ну, можно сказать, удлинитель. Там было что-то «люблю во все дыры». Ну, что-то там во все дыры. Люблю во все дыры. Да, вот. Среди них было вот это сосу за копейки. Потом был дикий шум вплоть до Государственной думы. Если вы откроете памятку пылесоса, вы увидите, что сила всасываемая у него такая-то, а стоит он столько-то. Поэтому он сосет за копейки. Все остальное это испорченность вашего сознания, потому что там ничего не изображено кроме цены пылесоса этого слогана. Идея Андрея Амлинского еще долго не давала покоя региональным агентствам. Сосу за копейки это был 2003-й. Это, на мой взгляд, перебор. Хотя сейчас, вот сейчас это уже вообще смешно. Вот из-за того, что на нас летит со всех экранов, просто это детский сад. сейчас, конечно, с телефона льются сообщения за радио, наружная реклама, телевидение, интернет, постоянно. И здесь вопрос, как встряхивать людей. Потому что реклама должна вызывать эмоции. Конечно, должна. Эмоции продают. Бренды некоторые рискуют для того, чтобы донести свой месседж. Какие вы можете привести примеры? Задача спортивных брендов продвинуть силу женщины через спорт. Две компании, которые решают совершенно по-разному. Компания Nike, которая делает компанию «Из чего же сделаны наши девчонки?» Из упорства, из красы, которой гордится вся нация, сделаны наши девчонки. Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки? Они не из этого сделаны просто. А вот вторая история, которая на самом деле тоже интересная. Ну вот, кстати. Да, «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Как там? Сильно. Была история уже довольно много лет тому назад. Ее приводят, наверное, в качестве первого опыта вирусной рекламы, когда в сеть была слета запись разговора колл-центра, некого провайдера. И клиента, который истерически выяснял, почему у него в самый нужный момент приостановился интернет. Он кричал «Не единого разрыва!» Потом вся страна смеялась, появились мемы. Как вы считаете, это был вброс компании, на ваш взгляд? Или это народ просто сам растиражировал? Ну, во-первых, я думаю, что это точно не была рекламная компания. Это была инициатива какого-то маркетолога. Да, это был действительно прям созданный вирус. Записывали его, монтировали и так далее, сеяли, всё правильно. И дальше помогали его раскрутиться. Там даже телевидение снимало репортаж, по-моему, была программа СССР. Точно. Это был вирус, намеренно созданный. Всё верно. Чтобы УТП бренда было всё-таки приподнесено людям. «Не единого разрыва» это УТП. Уникальное торговое предложение. То есть то, чем мы отличаемся от других. «Не единого разрыва» это очень важная функциональная особенность. Немножко другая история с ювелирной компанией, которая объявляла о том, что она постоянно закрывается. Это компания Sunlight, которая закрывалась-закрывалась, в результате она не закрылась, но предлагала скидки, было массовое нашествие в магазины. Это сработало. История с вечно закрывающейся сетью плодила мемы, а параллельно росли продажи. Это заведомо ложное сообщение. С моей точки зрения, конечно, это недопустимо, потому что можно сколько угодно рассказывать про скидки, это нормально совершенно. Когда дается заведомо ложь, ну, это просто неэтично, это некрасиво. Реклама вам скоро будет сниться, и это не шутка. Американская пивная компания сняла видео и подобрала особый музыкальный плейлист. Видео потребителю советуют посмотреть перед сном, а потом заснуть под рекламную колыбельную. Пивовары уверяют, как проснетесь, захочется отведать их продукт. Об эффективности этой гипнотической рекламы не сообщается. Почему нельзя сказать «нет» современной рекламе? Ну, потому что под понятием реклама понимается вообще порой множество разных коммуникаций в разных формах. Она может вообще быть замаскирована под что угодно. Под передачу, под блогерскую какую-нибудь интеграцию. Формально это и не реклама вовсе. Это может быть очень нативно, как еще говорят. То есть в ленте новостей она может где-то возникнуть, бренды научились обходить блоки, которые люди выставляют перед этой формально всем известным рекламой, рекламной паузой. Ну что такое? Рекламная пауза. Многие считают рекламщиков манипуляторами. Манипуляторами сознания, людьми, которые обманывают аудиторию, впаривают. Циничными, бессердечными. Для меня что такое реклама? Это источник распространения информации. Как мы помним, когда-то и книги сжигали за то же самое. Дальше вопрос, какую информацию реклама распространяет, ну или же как она трогает сердца аудитории. Любая неправда, любая информация, которая некорректна, она немедленно будет захитена в соцсетях. Мы это прекрасно знаем. Это как выстрел в ногу. Самый главный инструмент манипуляции, это самообман. Вы забиваете гвозди. Вот вы ударили молотком по пальцу. Молоток же не виноват. То есть реклама – это инструмент. Самое главное, что зачем мы сами с собой делаем вот эти инструменты манипуляции собственным сознанием. Мы сами заглатываем этот крючок. Ну, пардон, но крючок-то забрасывает рекламщики. Вот мы живем в парадигме быстрее, выше, сильнее. Дальше прибавилось. Это нам досталось в наследство. Дальше прибавилось. Новее, лучшее. Ну, зачем нам лучшее и новее? А если ты хочешь лучшее и новее, то вот тебе новый айфон, а вот еще новый айфон, а вот еще... Они даже не успевают состариться. Более того, их перестали делать, чтобы они старели. Это же не рекламщики. Это ориентирование экономики. Люди чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. Хороший рекламщик, он просто говорит какую-то правду. Правду бренда. А уже дальше это дело людей соглашаться с этой правдой, присоединяться к ней или нет. Плохая реклама, она вот прямо давит. Она вот прямо вот там вот давай, вот это давай, давай, давай. Хорошая реклама, она просто говорит есть вот это, есть вот это. Мы вот это. Раньше я любил повторить эту фразу «Скажите моей маме, что я тапёр в борделе, не говорите, что я работаю в рекламном агентстве». А потом я подумал, что люди хотят покупать, они хотят жить, они хотят есть, пить, носить вещи и ездить на автомобилях. И бренды заставят их это делать. И если это делать талантливо, хорошо, весело, легко и тонко, понимая как раз их природу людей, понимая их внутреннее чувство. Для ветеранов этой индустрии, тех, кто пришёл в 90-е и для молодого поколения, которое работает сейчас, 90-е годы и начало нулевых это такое золотое время российской рекламы, если не сказать эпоха невинности. Полагались тогда больше на креатив, не на статистику и рекламировали в то время товары, о существовании которых большая часть населения страны знала в основном по западным журналам и фильмам. Это было 90-е, может 5-й что ли год. И вдруг появилось рекламное агентство в России иностранное, 94-й или 95-й, которые сказали, что мы хотим, чтобы вы нам сделали рекламный ролик «Батончик Марс». Мне стали объяснять, что вот такой ролик, вот сценарий, батончик, шоколады, мальчик бежит куда-то там по лестнице, он бабушке помогает какие-то продукты принести, и бежит по лестнице, и когда он устал, он должен сесть, он садится, вынимает из кармана батончик этого шоколада, откусывает, там льется какой-то карамель, какая-то красота, и дальше он встает, и бежит дальше и приносит бабушке эти продукты. И мысль, которую надо донести, что этот батончик Марс, этот шоколадный, это перекус, который дает тебе энергию для дальнейшей активной жизни. Я говорю, ребята, вы знаете, мне очень нравится все, что вы придумали, но мне кажется, ничего у вас не получится. Почему? Я говорю, потому что с детства каждому человеку в России мама говорила, шоколад до еды не ешь. Шоколадка после обеда. Шоколадка после обеда. Неужели вы думаете, что мы с вами сделаем такой ролик и сможем заставить людей забыть то, что им говорила мама в детстве? Сколько вам, представляете, денег нужно, чтобы показывать это сколько раз, чтобы люди забыли, что им говорила мама? И какой-то сидел такой англичанин, помню, не помню кто, кто сказал так, ну, у нас есть деньги. И мы сняли этот ролик. Я был уверен, что эта идея не будет работать. Но глядя назад, я понимаю, что я ошибался. Они заставили забыть маму. Расскажите, в каком году вы пришли в рекламное агентство в Москве? В 95-м. Это был год, когда я перешла, по-моему, на второй или на третий курс журфака. И выяснилось, что подработки это хорошая вещь. Мы сидели на Малом Знаменском переулке. Это совсем недалеко от Кремля и не очень далеко от тогда расположенного не консульства, а, наверное, даже посольства Великобритании. И вот прямой дорогой компании типа Проктор и Гамбул приезжали в посольство, рассказывали о своих задумках открыть офис в Москве. После этого приходили сосед... Им показывали пальцем вон туда. Нет, им показывали пальцем на паб Огрейдис, который был на углу нашей улицы. А мы уже подходили к вечеру и говорили, а, вы собираетесь открывать компанию, а мы можем вас рекламировать. Мы научили эту страну просто многое делать по-новому. Просто не было таких... Моя мама сказала однажды, я говорю, мам, йогурт хочешь? Она говорит, не, не хочу. А что это такое? Ну то есть просто даже с цивилизационной или с бытовой точки зрения в жизнь вошли абсолютно новые явления, продукты, существование. Было время великого жора, все хотели все попробовать, всем овладеть, все поиметь. Сумасшедший транс, динамика передвижений и главная графика. Когда вы первый раз снялись в рекламе? Вы это помните? Я помню отчетливо, что мы, когда делали убану с Игорем Угольниковым, мы посвятили этому достаточно целую, по-моему, программу. Оттуда вышла эта знаменитая «Хочу бледину», это детское питание. Ну что ты хочешь, Коленька, маленький? Бледину! Фирма Бледина, крупнейший производитель детского питания в мире. А ее воспринимают как серьезную рекламу? Ну, не думаю, что так, потому что это было внутри программы «Обана», но Бледина тогда давала нам деньги на эту хохму, условно говоря. Тогда был другой совершенно подход к творчеству совсем. Другое было общество и, соответственно, по-другому нужно было внимание захватывать. Если не было иронии в рекламе, то она не проходила никуда. Нечем было завлечь человека. А что это у нас граф Суворов ничего не ест? Так ведь пост, матушка, на первой звезды нельзя. Последний ролик серии «Всемирная история» вы сняли примерно четверть века тому назад. Вы помните, кто и когда вам предложил эту работу? Это помню прекрасно. Это было в «Президент-отеле», где мы получили какой-то там главный приз. подошел Лесин и Александр Гуревич, такой есть ведущий на втором канале. Они были тогда партнерами компании Video International и Лесин мне сказал, что, слушай, что ты вообще так круто это все делаешь? Слушай, а зачем ты это все так... Давай к нам. У нас есть отличный клиент сейчас пришел к нам. Это вот банк «Империал». Неожиданно услышал невероятно близкую мне концепцию, которая звучала буквально так, что давайте будем делать красивые, умные и трогательные истории для людей и просто подписываться банком. Я говорю, а как это никак не связано с клиентами? Нет, нам ничего не надо, у нас клиентов нет. У нас банк, который обслуживает фактически две госкорпорации «Газпром» и «Лукойл». Нам, в принципе, реклама... В наше отделение люди не ходят? Нет, у нас нет отделений. Это была реклама для те-факто для пяти человек, принимающих решения в руководстве государством, с кем будет работать «Газпром», через какой банк или «Лукойл», через банк «Империал» или через банк «Альфа». И вот эти ролики, они помогали президенту банка получать лояльность правительства, соответственно. Рекламу мы снимали для всей страны, просто как арт-проект. Они все современные. Это ужасное наблюдение, что вообще ничего не меняется. Потому что ролик есть про Ивана Грозного, он снят был в 1994 году и, в общем-то, стал актуальным до сегодняшнего дня. И вот прям каждое слово оно сегодня звучит актуально. «А на каких условиях?» «После узнаете». И они какие-то странным образом, эти ролики, связаны с событиями. Потому что история про разбрасывание камней и собирание камней. «И поднимал он тяжелые камни и говорил с ними». Она очень каким-то образом линкуется с событиями штурма Белого дома, Гельцина, который в ответе за то, что там произошло, потому что это были его соратники, с кем он делал в 1991 году революцию. То есть если хочешь понять 90-е, посмотри рекламу в 90-е. Это лучше любого фильма. В 1861 году в Лондоне были опущены первые линии митрополитена, а в России отменено крепостное право. Александр II «Всемирная история», «Банк», «Империал». Вы работали в 90-е годы в «Сачи и Сачи» в Москве. Но в какой-то момент вы оказались здесь. Как это произошло? Поскольку мы уже упомянули, что «Сачи» было первым агентством, это был достаточно беспрецедентный такой вариант. И мне кажется, что владельцы медиа, то есть телеканалов, они в тот момент еще не поняли, что заработок не только в размещении этой рекламы, но и в производстве ее. И небезызвестная компания российская постучалась к моему начальству. Видеоинтернешнл. Видеоинтернешнл. Предложение они сделали на высоком уровне в «Сачи и Сачи» о партнерстве. Естественно, «Сачи» это было не очень интересно. Поэтому они решили, что мы должны поделиться. А «Сачи и Сачи» отказались. И поэтому в какой-то момент к нам в офис прибыли люди в погонах. В Москве шоу по-моему, да. Да, и наш состав иностранцев эвакуирован был. И в какой-то момент ситуация была разрешена тем, что все-таки Видеоинтернешнл стал официальным партнером в России. А самый костяк команды, которая работала в Москве, она улетела и разлетелась по всему миру. Сейчас период первоначального накопления скорее всего закончился, покупательная способность упала, все стало сложнее, технологичнее, в какой-то степени скучнее. Но есть объективные какие-то цензурные безусловные ограничения. Они существуют и с точки зрения государства, и с точки зрения самих компаний, которые не хотят иметь проблем. Вы сказали про цензуру. Действительно ли проблема с рамками гораздо сильнее ощущается сейчас? Я вам просто приведу пример. Мы делали рекламную компанию Икеи. Там были такие заголовки «Площадь меньше красной, зато демонстрации каждый день». Или «Каждый десятый европеец сделан на нашей кровати». Современная реклама, вы ее смотрите? Она вам нравится? Конечно нет. Другие приследуются цели глобализационно, другие смыслы вложенные. Раньше реклама боролась за личность, за каждого конкретного покупателя, условно говоря, за каждого конкретного человека. А сегодня нету конкретного человека, есть масса, и с ней нужно работать. Авторы культовой рекламы вероятно смогут еще раз на ней заработать, на этот раз в криптовалюте. Мы сейчас как раз думаем о том, чтобы ролики «Банк Империал», которые в общем-то стали классикой, стали неким знаком времени. Мы хотим выпустить токены, сделать NFT-проект, на котором дать возможность большому количеству людей стать обладателями этих прав. Потому что сейчас не роликов, ролики публичные, они везде лежат, но просто выпустить коллекционную серию токенов, когда люди, кто помнит то время, по ностальгическим соображениям, потому что просто они верят, что-нибудь стоят дороже, они будут покупать долю в правах на эти ролики. То есть вы делаете облигации в виде авторских прав? Да, точно. И люди могут купить часть, долю этих прав и говорить, что у меня есть одна тысячная ролика про Суворова. Какой у вас любимый рекламный ролик из 90-х, начала нулевых, может быть? Мне очень нравится русский проект ОРТ, это тогда было. Такие заставки, вот помните, Дима, помаши руку маме, с Ноной Мурдюковой великолепной. Не плачь, я тебя люблю. То есть это и тогда попадало мне в жилку, и сейчас как бы попадает прямо в сердце. Была такая определенная попытка через рекламу, это как бы социальная реклама, понять какую-то новую русскую идею. Я часто показываю здесь иностранцам его, и иностранцы, конечно, просто не поняли, что это. Это как нечто инопланетное. Но именно поэтому мне он и нравится, потому что это самая русская реклама, которую я когда-либо видел. «Поехал казак на чужебену далеко…» Вот сколько я живу, я не могу понять, что такое русская реклама. Вы для себя уяснили, что это такое? Мне кажется, это короткий формат истории в виде анекдота. Обязательно должна быть игра слов. Возникло же это в 90-е годы, соответственно, тогда КВН это был номер один с точки зрения развлекательного контента. Кстати говоря, многие КВНщики и пришли в рекламное агентство, они были первыми копирайтерами. А сейчас вы ориентируетесь на КВН или нет? А он еще жив? У нас мог бы сложиться уникальный феномен русской рекламы, что-то вроде кустурицы. Вот такое сочетание юмора, хитринки, определенной свободы, хлесткости. Ну что, ребят, может, потренируемся? Супер-бизон! Мне интересно заниматься кино, а реклама просто это один из жанров кино. Бесспорно, реклама как искусство существует до сих пор. Как рассказывать сложные истории за одну минуту, как удерживать зрителя, чтобы он не отворачивался и не уходил на первых кадрах. Евгений Примаченко, некоторые его ролики коллеги приравнивают к искусству, к признанию относятся философски. В его агентстве призы с фестиваля рекламы выставляют в туалете. Я знаю, что я рекламщик и, собственно, мне с этим живется комфортно. Знаете, очень многие люди смущаются от того, что они рекламщики. То есть это такая... Есть люди, которые говорят, типа, кем ты работаешь? Они говорят, я писатель. Потом выясняется, что ты копирайтер. Андрей работает в рекламном агентстве в Лондонском Сити. Его агентство предлагает клиентам размещать рекламу на сайтах по всему миру. И это, насколько я понимаю, одно из самых больших и востребованных направлений в современной рекламе. Мы монетизируем крупнейшие сайты по всему миру и предлагаем вот этот источник трафика крупнейшим премиальным рекламодателям. Какую рекламу вы любите? Вот есть классная реклама Кэтбери. Мне она очень нравится. Нам сначала показывают нарезку такую, когда мама работает на нескольких работах. Нам показывают, что она измотана. Потом нам показывают, она забирает дочку после школы и стоит, разговаривает по телефону, а дочка заходит в магазин и подходит к продавцу и говорит, мне, пожалуйста, шоколадку. Она говорит, посмотрит на нее так, держи. И выжидательно вот так вот смотрит на девочку в ожидании, как она будет расплачиваться. Она кладет там пуговку, кладет какой-то там фантик и кладет маленькую единорожку. И потом нам показывают, на что обращает внимание продавец. Он видит, там мама стоит. И девочка говорит, маме на день рождения. Он такой, берет, сгребает это все и говорит, и возвращает девочке единорожку. Это сторителлинг. Это рассказ хорошей истории. Они могли сказать, купите наш шоколад, он самый вкусный. Но мы запомним рекламу не за то, что шоколад самый вкусный, мы запомним рекламу за то, что она апеллировала к нашим эмоциям. Мы помним хорошо сериал о рекламщиках Mad Men. Персонажи типа Дона Дрейпера, они встречаются еще в рекламном бизнесе или это уже вымершая натура? Лет 15 назад я была на глобальной встрече Procter & Gamble. И со стороны BBDO Нью-Йорк был вице-президент. Мы все представляем, все говорят свое имя, фамилию, чем занимаюсь, там клиент представляется. Очередь доходит на него, он смотрит на нас, говорит, I'm a shepherd. Я пастух. А это мое стадо. Мы такие замерли все. Я его больше, правда, не видела. Говорят, он на пенсию ушел. Я думаю, что в 90-е действительно были такие лихие самцы. И действительно, когда я переехала в Лондон, наш креативный директор всего агентства, ему, наверное, было за 50, он сидел в серегаре, он пил абсолютно, он пил визгаре в течение, а еще тогда можно было курить в офисе, поэтому это было абсолютно... Да, у нас был таким коромыслом, и не только он умел гулять до утра. Знаменитости всегда были тяжелой артиллерией рекламы, но в последнее время для них придумали новое определение «инфлюенсеры» от английского «инфлюенсы» — влияние. Это яркие, раскрученные личности, которые влияют на вкус аудитории и иногда их определяют. К этой категории относятся практически все популярные блогеры, звезды шоу-бизнеса, политики, журналисты. Одним словом, практически все, кто обратил на себя внимание на цифровых платформах. Сколько зарабатывают инфлюенсеры на рекламе? Инфлюенсеры делятся на несколько типов. Это нано, микро, мидл и макро. Макро — это уже миллион плюс. Эти люди могут зарабатывать очень много. Это могут быть гонорары сто плюс миллионов. Потому что большие инфлюенсеры, они зарабатывают на больших контрактах с брендами, это телевизионные права. Реклама кормит вас и ваших сотрудников? Да, конечно. Это нормальные деньги. Спортивный журналист и блогер Карен Адамян, как и многие обитатели Ютуба, в том числе и мы в редакции, сам снимает рекламные интеграции. Я хочу познакомить вас со своим новым помощником по кухне. Я помню, насколько мы снимали первые выпуски. Это было, ну, в 20 тысяч мы помещались, умещались. В 20 тысяч рублей. Сейчас на выпуск уходит, ну, где-то сотка уходит на выпуск. 100 тысяч. Ну да. Каким образом и на что вы снимаете рекламу? То есть, вы можете ее снять на телефон, грубо говоря? Если это того требует обстоятельства, то да, конечно. С цифровыми платформами, как правило, работают особые рекламные агентства. Они сводят российские и западные бренды со звездами Ютуба, Инстаграма, ТикТока и помогают им найти общий язык. Есть два варианта использования диджитал инфлюенсеров, вообще инфлюенсеров. Первый вариант это прийти к ним в социальные сети и сделать что-то в их аккаунтах, в Инстаграме или в Ютубе, так называемой интеграции. И второй вариант это взять этого героя как некого медиатора. как некое лицо использовать у себя. Когда ты идешь к нему, он делает рекламу на свою аудиторию. Когда ты используешь его для телевизионной рекламы или наружной рекламы, то ты его используешь просто как известного человека, который будет заметен на билбордах или в телеке. Второй способ, он очень контролируемый, безопасный. А вот если, например, ты приходишь к нему, то там уже может быть какая-то реклама менее контролируемая. Может появиться и какой-то мат очень близко к бренду и может какие-то еще образы, которые не совсем устраивают бренды. Большие бренды, они очень осторожные. Вот они долго приценивались к блогерам. Бренды всегда осторожничают. Другое дело, что после двух-трех успешных кейсов, неважно, с Big Russian Boss или с Моргенштерном, все уже забывают про ограничения и начинают чаще и чаще использовать противоречивого героя. Рынок диктует другие правила, что нужно использовать тех, кто качает, кто общается с большой аудиторией, кто провоцирует и так далее. Сначала все выпирают осторожную позицию, потом приходят какие-то такие прорывные бренды типа Авиасейлс, типа Тинькова, которые ничего не боятся. А бывает часто так, что из агентства звонят и говорят «Слушай, клиенту что-то не понравилось, подправь, сделай». Такое регулярно бывает или нет? Правки. Это как будто норма. Это часть нашей жизни. Люди платят деньги. Нормально. Я никогда не был фанатом театра, но он недавно неожиданно проник в мою жизнь. Юрий Дудь, по мнению многих, придумал новую рекламную эстетику, а Моргенштерн вывел рекламные интеграции на другой уровень. Его клип «Дула», созданный как реклама компьютерной игры War Thunder, стал самостоятельным хитом. То, что делают ребята из ЧБД, например, ну это круто. Это очень дорого, насколько я представляю, но это круто. Это кино. Я просто в восторге от вашей квартиры. Я ее покупаю. Тогда воспользуйтесь сан-ипотекой. Многие бренды, например, в Инстаграме, делают ставку, например, даже не на блогеров-миллионников, а на блог, у которого 50 тысяч подписчиков, потому что это маленькая лояльная аудитория. Блог, где лям, ну это еще, во-первых, дороже гораздо. И люди там привыкли проматывать рекламу, потому что знают уже, как это выглядит и идут дальше. И в Телеграме, несмотря на давнее обещание Павла Дурова не давать рекламу и не вводить в платные подписки, появится и то, и другое. Теперь, помимо авторских интеграций на популярных каналах добавится реклама и от самого мессенджера. Дуров обещает, что она будет соответствовать тематике канала. Можно ли сказать о рекламных предпочтениях и вкусах Дурова? Дуров ясно написал, какую бы рекламу он видеть не хотел у себя на площадках. Ну, конечно, он против алкоголя, табака и азартных игр. Он даже, как выяснилось, против фастфуда. Вот вы идете в кино, перед фильмом будет реклама. Вы смотрите сериал дома, между сериями будет реклама, иногда и во время серии. Вы заходите на свой любимый сайт, там будет баннер. Она есть, она никуда не денется, но раз она существует, так может быть, мы ее сделаем хорошо. Пока люди находятся в бессознательном состоянии, они отдают себя на откуп другим, на откуп политикам, брендам, идеологам, религиозным каким-то деятелям, к примеру, и так далее. То есть ты передаешь свое личное «я» в управление другим. Когда люди придут к осознанности, то и реклама изменится. Если личность появится в рекламе, то она засверкает. Я не знаю, мне трудно сказать, я сейчас не знаю никаких таких ярких звезд. Сейчас алгоритмы. Ну, это пугает, конечно. Из-за чего, собственно, мне кажется, что вот это человеческое, оно выдавлено сейчас из рекламы. Уже выросло несколько поколений, которые понимают, что реклама – это предложение. Какие-то острые, опасные случаи уже на рынке были, и механизм отработался. Человек в каком-то смысле, ну, наш, который был сначала очень не готов к рекламе, он уже все, он эволюционировал, он уже спокойно игнорирует 85% рекламных сообщений. И это делает наша работа сложнее, но тем не менее интереснее в каком-то смысле. С рекламой все окей. Мне не нравится, что стоит за рекламой, что заставляет ее. То есть мне не нравится человеческое, людское. Зачем мы так остервенело куда-то бежим, зачем мы обманываем, вот продаем себе все новые и новые какие-то вещи, зачем мы не хотим ничего менять, зачем мы сваливаем свою вину на кого-то. папа трудится в рекламе, чтобы питаться мне и маме. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok